От дома Анны Васильевны остались угли и кирпичная кладка. Соседнее жилище постигла та же участь. Оба здания на улице Урицкого огонь уничтожил 18 июня. С этого момента женщина живёт в Центре социальной помощи. Проблема в том, что потерянный кровь фактически ей не принадлежит. «Мы с мужем покупали вместе. Оно было собственностью, я и муж. А так как он умер, наследство на сына не перевели, не успели. Но будем переводить». Пока женщина ожидает решения комиссии о предоставлении жилья маневренного фонда. Но сотрудники Центра соцзащиты сомневаются в положительном результате. Причина сомнений – муромская квартира сына Анны Васильевны. «Да, говорили, поезжайте к сыну, но у него маленькая однокомнатная квартира. Как так можно?» Жилищным вопросом Погорелица занимается специалист отдела по учёту и распределению городской жилплощади Алексей Киселёв. Однако он отказался говорить что-либо по существу. Вместо него это сделал пресс-секретарь Владимирской мэрии Александр Крапилович. «Сейчас, после того, как Погорелица предоставит нам все необходимые документы, они будут рассмотрены на ближайшем заседании жилищной комиссии, для того, чтобы принять решение предоставить ей жильё в маневренном фонде, чтобы человек не оказался без крыши над головой». Но такое жильё предоставляется лишь на ограниченный срок. Что ждёт Анну Васильевну дальше? Вопрос остаётся открытым. Представитель мэрии, в свою очередь, считает, что собственники сами должны отвечать за сохранение жилья. «Собственность – это ведь не только большая радость, но это ещё и ответственность. Если вам что-то принадлежит, вы, пожалуйста, сделайте одолжение, сохраняйте своё имущество». Напомним, возгорание случилось в результате поджога, о чём сообщили в МЧС. В полдень загорелся матрас во дворе девятого дома, огонь перекинулся на само жилище, а затем на дом Анны Васильевны. Примечательно, что по той же причине 1 июня сгорел дом номер 3, который также находился под смотровой площадкой парка Пушкина. Кто и зачем расчищает территорию, пока можно только гадать. «Я уже жаловалась, администрацию звонила, в милицию обращалась, что неблагополучные люди пустил, купил москвич подвал девятого дома, подвал седьмого дома. И сначала пускал узбеков по 20 человек, потом пускал табор цыган. И вот сейчас этих неблагополучных людей пустил. А к ним ведь, они их четверо, а к ним ещё десяток идёт. И поэтому они озлобленный народ. Может быть, я думаю, что это из них исходит». Пока полиция ищет виновных в поджоге, а мародёра растаскивают металл со двора Анны Васильевны, пенсионерка каждый день приезжает на то место, где прожила без малого всю жизнь. Её руки черны от угля, а взгляд растерян. Она не знает, есть ли смысл разбирать остатки дома и вещей. Но что-то тянет её сюда ежедневно. «Неужели не будет совсем жилья? Ведь 40 лет я живу в Владимире. 40 лет я этот дом строила, восстанавливала, ремонтировала. И всю жизнь я только говорила, это моя жизнь, моя жизнь. Моя жизнь ремонтировать, строить. И за один миг всё потеряла. За один миг. У разбитого корыта, и корыта даже уже утащили. Разбитые.